Пять лет назад жительница Якутска вместе с квартирой приобрела и море проблем. Каждую зиму, как раз перед новогодними праздниками, тепловые и канализационные сети дома переподносят жительнице неприятный подарок. Гостиная стоит в воде, а управляющая компания, обслуживающая дом, не принимает вовремя меры. Усугубляет ситуацию бездействия и безразличия других собственников некоторых квартир. Подробности в материале с Роголаной Захаровой. Ты нахуй здесь, да? Я вообще никогда не делал от нее ключей. И такой ответ каждый раз получает Вера Игнатьева от своих соседей, когда приходит с просьбой вести себя потише или принять участие в общедомовом собрании о признании дома аварийным. На этот раз в эту квартиру пришла не одна, а с сотрудниками управляющей компанией и нашей съемочной бригадой. Дело в том, что уже неделю квартиру Веры подтапливает. С каждым днем воды становится больше. И такая картина уже не первый год, говорит наша героиня. До коленей бывает вода выходит. Потому что пол ниже, поэтому вот эту комнату основную потопляет. Обслуживает дом управляющая компания «Джулус». По счастливой случайности, как раз во время наших съемок жительницу проведали ее представители и сообщили, что причина потопления выяснена. Работы по ее устранению ведутся. В себе-то из-за соседней квартиры, в которой произошла поломка сантехники. Примечательно, что обращалась в компанию Вера еще неделю назад. Вера Игнатьева признается, что жить в доме им становится уже небезопасно. Из-за сырости и черной плесени, которая покрыла все полы, развилась астма, а отношения с соседями с каждым разом становятся все хуже. В адрес пожилой женщины летят не только угрозы. Как она поделилась, бывало, дело доходило и до физического давления. Сотрудники УК «Джулус» тоже настроены не самым дружелюбным образом, в чем мы и сами убедились во время съемок. По этому поводу мы решили поговорить с главой управы строительного округа. Мы услышали, мы примем меры обязательно, мы будем встречаться и с жителями, и с управляющей компанией. Я тоже думаю и считаю, что надо исправить этот момент, потому что люди практически не виноваты. Люди требуют свое, у них заключен с ними договор, идет оплата. Только по двум квартирам там долги, 200 и 300 там вот. А вот остальные все проплачивают, хотя там проживает 11 собственников. И когда человек платит, нужно услугу предоставлять как положено. Стоит отметить, что сантехнику работники управляющей компании в тот же вечер починили. Воду из квартиры в управе обещали откачать. Пообещали также посодействовать и в проведении общедомового собрания для признания аварийности дома. Будут ли слова притворены в жизнь, покажет время. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.